родился в 1963 году в городе Ревда Свердловской области там же проживают мои родители вот там же жила моя бабушка Зоя Родионовна вот и знаю что там же жил мой прадед соответственно Родион Яковлевич с этой спательной стороны был углежогом значит и значит он как раз на этой работе когда они пинкировали для того чтобы угольные ямы заполнять ему вагой грудь отбила вот и он после этого перешел в обоз и возил из Екатеринбурга продукты на Ревдинскую там там называлась не знаю как это магазинчики вот и потом когда как бы это перейти в общем Батя с матушкой когда значит они а вот с чего начнем значит когда я был маленький совсем маленький то есть родился в 1963 году и соответственно был маленький там до какого-то года вот то в это время у нас дом был еще вот строенный дедом моим Александром Александровичем и батя говорит когда ветер вот так обои колыхал то есть то есть был из-за того что значит дед в сорок втором году взяли на фронт а в сорок третьем он значит погиб вот ребятишки были маленькие за домом толком никто не следил у бабушки их осталось четверо вот и полегоньку дом вот как-то так что к семидесятым годам шестьдесят шестьдесят пятому году значит он вот стал насквозь продуваться и батя говорит ну чё как мы у нас ребенка с постели сдувает разве можно так жить ты хотел поехать жить так как у нас называлась на соцгород соцгород социалистический город его начали строить немцы после войны из лакоблоков вот как значит тогда же был выстроен дворец культуры наш сумзовский такой же как пышнее вот то есть такая немецкая архитектура такая монументальная вот но бабушка сказала что говорит нет я на соцгород жить не поеду чё говорит там четырех стенах помирать я всю жизнь на земле стояла поэтому никуда не пойду и батя решил строится стройкам удалось тяжело потому что батя у меня честный принципиальный поэтому он строил только своими руками своими живыми и своей головой вот и поэтому когда значит строил он порядка пяти лет дом небольшой но вот и он говорит в это время у него он настолько пережег свои желания что он говорит у меня до строительства дома было горитонах желание там успели кататься там на рыбалку ходить путешествовать куда-то там еще что-то а потом когда выставился на так вот и руки положил и мне стало хорошо и так вот подумаю вроде на рыбалку не хочу на рыбалку и и я помню что вот даже у нас какие-то если дома небольшие работы проводились батя старался сделать быстро сразу чтобы потом опять здесь вот так и значит ну вот и получилось так что в семидесятом году я пошел в школу и в семидесятом году мы въехали вот въехали в этот вот новый дом въезд в новый дом очень сильно запомнился потому что мы ночевали из старого дома пол перенесли в новый и значит и его еще положили так на скорую руку и значит и утром а это мне значит было 7 лет я утром что-то сидел тут на раскладушке играл и у меня машинка попадает так укатилась я пошел а доски они закреплены и я значит волк сыграл сыграл доска значит там все в общем я очень сильно запомнил что вот мы въехали туда значит и причем как вот-вот ну все и значит вот в этом доме стали жить и где-то вот в году к 77 бабушка моя зоя радионовна однажды значит как-то так мимоходом спросила что а чё санька ты на гармошке играть не будешь а батя все время играл и значит и когда он играл я вот еще опять же из детства воспоминания что очень мне нравилось а я вообще очень любил телевизор вот мы значит матушка рассказывала что говорит придем с работы а вы с бабушкой вдвоем вы так в телевизоре смотрите и ты там там еще у нее может сидеть только начинал вот до сих пор если где-то картинка движется я уже говорить не могу мне глаза туда надо вот поэтому телевизор а в телевизоре показывали концерты и значит и показывали на бабушка у меня работала техничкой милиции одно время и поэтому на день милиции она смотрела концерт а концерт когда показывали там выступали разные значит коллективы и очень нам нравились грузинские вот эти вот коллективы которые лесгинку танцевали и они вот так они отчаянно все это делали что значит мне что-то очень это понравилось я давай эти движения повторять на коленке прыгал с размаху то есть полного маху прыгал на теперь переворачивался там все значит и это вот но и это взрослым было потешно то есть значит когда допустим у бати соберутся друзья он чем и сначала так там посидят выпьет потом все начнет играть и потом там подмигнет и значит и лесгинку заиграет и где бы не было все меня сразу убегаю и все понеслась дитё-бор ну и значит плясал и однажды вот как нюанс может изменить ситуацию вот однажды значит у нас соседей семкова я юра сеть варень сразу проходить был была какая-то гулянка и вот тоже значит я то ли за батей туда пришел он там играл то ли чё и значит батя раз из него заиграл заиграл я со стола ножик схватил зубы и лесгинка понеслась а тетя валя она значит такая женщина впечатлительная была и вот и она как увидала меня фиксировали ножик отобрали и сунули мне линейку как рукой сняла больше с тех пор лесгинку не пришло поэтому вот когда когда ребенок если он играет допустим была у меня такая любимая игра я стул так переворачивал и второй скотча тогда не было я их прям очками связывал до садился вот так и у меня вот здесь были нарисованы приборы я летчик я значит летал у меня значит все там ярче боевал любимый фильм понятно что это более не старики а почему летчик потому что батя рассказывал как он поступал в летное училище и у него не получилось у него значит по медицинской он не прошел что-то у него там значит с нервом который вот около пятки проверяю когда ему стукнули у него что-то нога не в ту сторону дрыгнулась и ему сказали что вот летать ты не имеешь права с такой пяткой а он когда рассказывал и опять же не очень это сильно запомнилось потому что он рассказывал как они вот эти еще еще не студент скажем так еще не еще училища не поступили я сидел на заборе и смотрел как самолеты взлетают то есть очень большое желание было быть летчиком но не получилось и вот у меня соответственно тоже и вот значит я на этих самолетах летал так вот когда когда ты летишь на таком самолете у тебя же тебя же глаза слезят тебя же ветер дует поэтому когда кто-то приходит как серпом по одному месту очень это болезненно поэтому когда вот ребятежки играли вы пожалуйста к ним как-то поспокойнее относитесь потому что не согла и и в комнате когда когда все ну всех наверно все сталкивались с этой проблемой что ребятишки не прибираются в комнатах что бардак то дело в том что ребенок действительно по-честному этого не видит почему не видит потому что у него по-другому совершенно восприятие вещей происходит то есть для него большого как бы значения не имеет где-то вещь лежит лежит она на столе или лежит она на полу и поэтому вот даже я сам значит вот когда у меня дочь росла то несколько раз сталкивался с такой значит ситуацией когда допустим я говорю как ну пойдем там на улицу пойдем только шапку-то одень а где она у тебя на кровати лежит она приходит и говорит я туда в шапке с ней захожу шапка лежит на кровати но значит не танки вот сразу заходишь а чуть подальше полу подушить и шапка не так как она обычно ходит они нужны другая потому что вы стирали вот я куда хочешь а потому что вот образ который в это время у ребенка вот ему сказали шапка на кровати и он представь какой-то образ свой и вот ребенок приходит и он ищет туша который он представил голове вот и поэтому получается что вот этот вот беспорядок который в комнате он собственно и не беспорядок потому что какая вещь нужна она выделяться и всего из этого а которая не нужна так она и не она не видно ее нет я просто уже все-таки с гармошкой